Элиты еще больше будут терять власть уже и не только на верхнем, но и на среднем уровне. Девятое число очень хорошее для любых операций, в том числе военных. Я ни на что не намекаю, так что, дорогие россияне, пристегивайте ремни, будет весело. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала People Life. Меня зовут Илона Мусалян. Как всегда для вас из студии работает со мной мой коллега Алексей Курбан. И сегодня в гостях у нас из сакрального места планеты Земля, из Индии, наш один из любимых гостей, экспертов, джиотиш-астролог, основатель ведической академии Шри-Наджи, Аллах Неранжан. Здравствуйте, Аллах, рады вас видеть очень. Приветствую. Намасте, друзья, намасте. Я тоже рад вас всех видеть, особенно ощущая и предвкушая победу. Но я в вашем распоряжении. Да, мы очень любим ваши прогнозы, следим за новостями. И сегодня у нас дата записи эфира 5.05, день лунного затмения. Мы ожидаем все 9 мая. С точки зрения государства, вот у нас это в Украине день памяти, в России это день победы. С точки зрения государства эта дата имеет какую-то силу и вес. Скажите, пожалуйста, с точки зрения астрологии, джиотиш, с точки зрения сакральности, какой прогноз на 9 мая для таких стран, как Украина, Россия и Беларусь? Ну, давайте тогда про 9 мая. Без сакральности, а с точки зрения астрологии. Очень горячий вторник, я вам скажу. Очень. Титхи — это лунные сутки, очищение, рихта, жёсткая накшатра. Такая суммарная комбинация, очень мощная, в знаке Овна. Соответственно, все карты, которые будут иметь хорошее положение знака Овна, будут позитивны и на стороне победы. А, соответственно, все, у кого не очень, будут в проблемном состоянии. Что можно сказать именно про Россию? Помните, мы с вами говорили, что 8-й дом активен сейчас. Начиная с апреля Юпитер ушёл в 8-й дом и понеслось. Дело в том, что у Украины, в принципе, Овен стоит очень хорошо, очень хорошо, в 5-м доме. У Беларуси неплохо, в 4-м доме. А вот у России в 8-м. Это предвкушение такой жести, я вам скажу. И вот, если вспомнить наши прогнозы, помните, мы говорили, что в апреле начнётся. И действительно, 20-го апреля Юпитер поменял положение в пространстве. И если вы вспомните, именно 20-го апреля начали поступать всякие сигналы, когда началось прощупывание на всём фронте. И сейчас идёт явно подготовка такая к тому, что будет очень скоро. Вот. И если с этой точки зрения смотреть, то активные действия должны начаться как раз после 5-го, когда закончится коридор затмений, это сегодня. И дальше уже, конечно, простор для фантазии. Но 9-е число очень хорошо, очень интересно. Очень хорошее для любых операций, в том числе военных. Я ни на что не намекаю, даже не рекомендую, хотя можно. Прекрасно. Алак, скажите, пожалуйста, у нас есть соседи, это Республика Беларусь. Какова судьба Республики Беларусь на фоне всех тех событий, которые происходят в Украине, в России в ближайшее время? И интересно также роль Александра Лукашенко, который ещё недавно так часто мелькал в инфопространстве, а сейчас куда-то с него пропал. Скажите, есть ли связь с тем, что он пропал и с тем, что ожидает в ближайшее время Беларусь? Ну, я немножко сейчас с конца начну. Он пропал, потому что он теряет власть. Вот, а теперь давайте постепенно. Итак, как обычно, если мы говорим о странах, я начинаю с транзитов, такой общий фон, а потом уже конкретно о прогнозе, если мы говорим о Беларуси, то что у нас получается? С 20 апреля Юпитер стал 4-й дом, аспектирует 8-й, 12-й. Что бы вы думали, это означает? Это означает цепь достаточно жёстких событий. Это нам транзит Юпитера в ближайший год обещает. Сатурн у нас во 2-м доме, самый пикс адесати, то есть полный разрыв с окружающим миром. Это, кстати, говорит о гибели близкого родственника. Как вы думаете, какой самый близкий родственник Беларуси с точки зрения государств? Россия. Вот, я бы тоже так подумал. Видите, я ничего не говорил. В общем, это время осознания своей такой никчемности и готовности к перестройке. А если говорить более подробно, то в эти годы, 22-й, 23-й, 24-й период Сатурн-Меркурий. Меркурий в 8-м от Сатурна, Меркурий в 7-м от Луны. В общем, это борьба, конфликт и так далее. Если одним словом это описать, это окупация. И мы говорим, что Меркурий, как вы знаете, он у нас управляет Россией. Поэтому понятно, что окупация России. Но это уже факт. Но с другой стороны, есть один нюанс. Меркурий создаёт Виппорита Раджа-Йогу, что говорит о том, что всё равно будет победа за Белоруссией, настоящей Белоруссией народной. А если ещё подробнее, то, конечно, всё это время, январь, февраль, март, это такая скрытая гражданская война. Много смерти, победа власти. Всё это мы прогнозировали. Власть побеждает, потому что Солнце создаёт Виппорита Раджа-Йогу. Март-май — это потихоньку уже смерть государственности и потеря власти текущими элитами. Постепенно, постепенно. Почему и молчание появилось? Как вы говорите, пропал товарищ. Такой весь, как его? Лукашенко. Такой весь интересный, интересный, но на самом деле скучный. Как для меня, так очень скучный товарищ. Вот. Это постепенная потеря власти. С июня, июль, июнь-июль такое нервное ожидание будет. Ничего происходить особого не будет в Белоруссии. Единственное, что внутри продолжается вот эта борьба с духовными, с интеллектуальными настоящими элитами. Это продолжается уже третий год. Дальше с августа и до конца года интересная история получится. Начнёт расти влияние иностранцев. Видимо, много будет беглых из России, потому что в России в это время будет очень напряжённо всё. Соответственно, и элиты ещё больше будут терять власть уже не только на верхнем, но и на среднем уровне. И, в общем-то, думаю, что к концу года уже элита обновится полностью. Январь-май. Январь-май 24-го — это продолжение борьбы, много смерти. Понимаете, какая история? К этому времени Россия уже подымет лапки, а Белоруссия только вступит в напряжённую фазу. Начнётся такое противостояние. Хотя в любом случае Меркурий, как я уже сказал, даёт випариту, то есть обратную победу после борьбы. Соответственно, мы ожидаем победы после оккупации, победы именно народа. А что касается Лукашенко, я прошу прощения, как и господин Путин, так и господин Лукашенко совершенно неинтересны. Я прошу прощения для меня. Поэтому я не интересуюсь их картами, ничего комментировать не буду, не хочу, неинтересно. Я надеюсь, я не расстроил вас. Нет, ни в коем случае. Это же тоже ответ. Это тоже ответ. Это тоже ответ. Мы просто будем наблюдать за этим со стороны. И я думаю, что мы сами всё увидим. Потому что даже в этом вашем небольшом ответе о том, что эти товарищи, мягко говоря, скучные, уже очень-очень много информации. Спасибо большое. Давайте пойдём дальше. У Ноны есть следующий вопрос. Да, следующий вопрос тоже о соседней стране. Будет немножечко затронут. Что говорит Джиотиш по поводу Польско-Украинского союза? Он возможен? Мы с вами говорили на предыдущих интервью о том, что возможны неожиданные союзы. Как? Вы заметили, как всё разворачивается здорово? Поездка в Польшу. Очень серьёзные такие заявки. Я вам хочу раскрыть секрет, что этот союз уже создан. Он уже создан. Вопрос оформления, вопрос его представления, вопрос референдума. Естественно, это всё впереди, я думаю, зимой, но он уже создан. Более того, у нас второй союз явно уже прошёл, он проявлен. Это с НАТО. Обратили внимание, как активизировалось сейчас всё? Ещё весной, как мы и обещали, что весной будет союз, а может быть и два. И похоже, это такая фаза перехода в НАТО очень активная. И она закончится, как я уже сказал, зимой. Помните, мы с вами говорили о том, что весной – это первый блок союзов, зимой, в конце года зимой – это второй блок. Так всё и происходит. Прекрасно. А как вы думаете, этот союз Украине максимально будет выгоден? И Украине, и Польше максимально будет выгоден? Потому что, как по мне, личное мнение – это прекрасная идея. Украина и Польша – это очень близкие по духу люди. А если мы сможем ещё и в экономическом плане влиять друг на друга, так вообще прекрасно. Я прошу прощения, могу отвечать только с точки зрения знания, с точки зрения джиотиш, поскольку я не являюсь, как это сказать, специалистом в области обществоведения этих стран. Но с точки зрения джиотиш, я уже говорил об этом, это две ведические страны. Точно так же, как Беларусь, кстати, и Прибалтика. И совершенно очевидно, что эти страны в идеале должны быть вместе. И совершенно очевидно, что за ними будущее на уровне мира. Понимаете? И сейчас это всё решается, и, может быть, произойдёт в 2024 году такой вот фазовый переход совершенно на новый уровень. Вот такой ответ. Прекрасный, прекрасный, тоже устраивает. Скажите ещё, расскажите о других соседях Украины, пожалуйста. Венгрия, Румыния, Молдова, Словакия. Сейчас происходят разные пертрубации, ещё и на фоне с зерновой сделкой. В будущем эти страны, они будут ближе к Украине или дальше? С точки зрения астрологии, конечно же. Ну, зерновая сделка, вы знаете, опять же, я не эксперт, хотя я не вижу никаких проблем в этой сделке, в каких-то там напряжениях текущих. Самое главное то, что мы видим из карт. Я как астролог не могу про все эти страны говорить, потому что я не знаю, Словакию не смотрел. Что я могу сказать? О Польше могу сказать, о Венгрии, о Молдове. Это наши те, кто у нас на канале, мы делали эти разборы. Значит, давайте, наверное, с Молдовы начнём, самый ближайший сосед. Мы делали разбор по двум картам. Что мы видели там? Сейчас попробую вспомнить. Итак, ну, во-первых, в Молдове ситуация осложняется с 20 апреля, потому что у него также Овен в восьмом доме, как и у России. Первый фактор, то есть транзитный фактор тяжёлый. Второе, Сатурн в шестом доме, преодоление препятствий. Тоже мы понимаем, что это такой на грани, подобно России. Период Сатурн-Марс, это также риск гражданской войны, как и в России. В России это началось раньше, здесь это может начаться вот очень скоро. Вторая карта, что нам говорит? Что, в принципе, в 12-й дом становится Юпитер. Тоже нарушение, проблемы, какие-то союзы. Возможно, союз, это важно. Сатурн в 10-м — упорный труд. В общем, и период Луна-Юпитер. Юпитер — это тоже разрешение вопросов с соседями и победа. Прекрасно. То есть если обобщить, то, похоже, в Молдове мы должны ждать драки с лета, скорее всего. Затем где-то до середины 2024 года разрешение этих проблем. Разрешение проблем с Приднестровьем, разрешение проблем с Евросоюзом. И какой-то достаточно хороший такой результат, прежде всего, для Украины и для Евросоюза. Отвечаю на Ваш вопрос. Что касается Польши. Польшу мы тоже смотрели по двум картам. Значит, что там у нас получается? Понимаете, очень серьёзная смена в Польше идёт, начиная тоже с февраля и с апреля. Очень серьёзная смена идёт. Почему? Потому что если раньше в Польше было серьёзное напряжение, то сейчас с февраля пришёл Меркурий — совсем другое настроение. Это созидание, расширение. Понимаете? И Меркурий связан с третьим, двенадцатым домами, то есть идёт речь о Союзе. Вообще, если так подытожить, то указано чётко, что всё идёт к Союзу. То есть это повторяется то, что повторяется в карте Украины. Именно поэтому мы можем определить, кто с кем в Союзе. Потому что такая ситуация в карте Украины и в карте Польши. Так, что касается Венгрии. Тоже интересная ситуация. В принципе, транзиты неплохие для Венгрии. Это не Молдова, не так всё сложно. Но с конца мая 1923 года у нас приходит Кету. И Кету в восьмом доме. Все вы уже знаете, что это означает. И начинаются проблемы. То есть вы, Венгрии, в государстве, в целом, на таком государственном уровне, начинаются проблемы. Страна начинает сползать. Это означает, что элиты будут быстро терять вес. Касательно Венгрии. Это очень интересно, учитывая то, как себя ведёт Венгрия. Она говорит, что вот мы такие особенные, но на самом деле эти особенные первые испытают на себе негатив экономического спада. Такой вот ответ. Что касается Румынии, простите, и Словакии, мы не делали карту у нас на канале, поэтому я не могу это комментировать. Хорошо. Мы услышали. Возможно, в следующих эфирах поговорим об этих странах. У нас же с вами не последняя встреча. Надеюсь. С вами всегда рада поговорить, да. Это абсолютно взаимно. Давайте тогда перейдём к Украине. В одном из интервью ваших я подглядела информацию, что вы сказали, что если Украина в 2024 не будет реорганизована, это касается политической системы, Конституции, мировоззрения людей, о собственности, людей духовного, то в 2025-м её похоронят. Расскажите нам, пожалуйста, что говорит Жиотиш Пашагова. Какими должны быть эти изменения, в какой форме они должны быть, что нужно сделать власти, людям, как себя сейчас взять и реорганизовать? Спасибо за хороший вопрос. Он очень важен действительно сейчас. Дело в том, что мало кто понимает, что Украина находится не только между Востоком и Западом, не только между цивилизацией феодальной и буржуазной, не только между эпохами в переходном центре, но и является ещё наставником. И поэтому Украина сможет многое принести, сделать для мира, для Европы, для России, для всего мира, если сможет показать направление развитию человечеству. А сейчас довольно много таких явных, проявленных вызовов есть у человечества. У нас очень много невежества. Невежество, причём люди, понимаете, что интересно, люди идут в вузы, получают знания каких-то наук и думают, что они получили образование. Образование убогие, потому что образование — это не какая-то отдельная наука, а это полнота мировоззрения. А у нас, простите, половина людей думает, что здесь всё материя, а вторая половина, что всё от Бога. То есть полноты нет. Потом безответственность — тоже очень серьёзный вызов. Все чего-то боятся, все друг на друга показывают пальцами. Это о чём говорит? О том, что люди не хотят брать на себя ответственность за свои жизни, создавать свои дороги, пути, проходить эти пути. Дальше. Ещё один вызов по поводу того, что много одинакового, много серости. Нету явных таких вот… Вот обратите внимание, в политике нет ярких лидеров в мире. Там в науке тоже сейчас довольно-таки серьёзный застой, за исключением таких исключений маленьких, и то негативных, типа ковида. Лучше бы таких исключений не было у нас. И так можно обо всём говорить. То есть нету яркости, потому что люди стали одинаковыми, они перестали понимать, что у каждого свой путь, своя дхарма, своё путешествие жизненное. Потом сейчас очень много несвободы, несвободы в голове, потому что люди думают, что свобода — это поесть, попить, не понимая, что свобода — это преодолеть себя. Дальше. У нас очень много людей, которые боятся перехода в новый мир с точки зрения цифровизации. То есть нужно им помочь, нужно показать, что создать какое-то законодательство или право цифровое. В общем, нужно уметь противостоять чуждому мировоззрению, чуждой идеологии. Очень важно ещё, особенно для Украины, наладить контроль не государства, а общества над судами, чтобы суды боролись у вас, насколько я понял, как страшная проблема с коррупцией. Пока вы не наладите контроль над судами, ничего не произойдёт. И такая в целом, это такая размытость псевдодемократии, потому что люди не способны проявлять своё мнение. Много таких вызовов, я очень коротко перечислил. Смысл в том, что Украина как наставник должна показать путь и выход из этой ситуации. Путь, как расширить мировоззрение человека, как показать и проявить вот это понятие истинной свободы, как наладить вот эти вот отношения в государстве, в бизнесе, в парламенте, то есть проявить там следование каждого своей дхарме, своему предназначению. И всё это на фоне ясного такого законодательства и права. Если подвести итог, это означает, что в 2024 году Украина должна сделать квантовый переход и зафиксировать его либо в Конституции, либо в каком-то референдуме, либо в союзе с другими государствами. То есть должно произойти качественное изменение структуры, понимаете, государства. Тогда появится новое государство, которое будет показывать путь всему миру. Если этого не произойдёт, то Украина останется в рамках предыдущей вот этой вот парадигмы, которая на самом деле заставляет её деградировать. Ведь 30 лет деградации привели к тому, что Украина настолько ослабела, что на неё позволил себе напасть какое-то вообще недогосударство, понимаете. И не надо обижаться, господа из России, на такие слова про Россию. Потому что Россия вместо того, чтобы использовать свои ресурсы, их растронжирила. Это правда. И, соответственно, правда и знание, понимание правды позволяет развиваться. Пока осознание этой правды не придёт к людям, развитие невозможно. Вот такой вот ответ. Не знаю, насколько он был интересен вам. Максимально полон. Я просто хотел бы дальше продолжить тем, чем вы закончили. Россия потратила огромное количество денег, это колоссальные цифры, на войну в Украине. А могла потратить на собственную страну, дороги, школы, просто на собственных людей, чтобы качество жизни их повысить в быту. Скажите, аукнется ли и какие события ожидают Россию в ближайшее время, вот с май по ноябрь 23-го года, как страну, внутри страны, политические, экономические, человеческие. Интересно, как дальше будут разбиваться там события. Ну, у нас же потрясающая есть возможность. Достаем видео. Год назад, чуть-чуть раньше, в апреле, у вас на канале, и смотрим, там всё было сказано. Но я повторюсь, не жалко. Может быть, какие-то детали пропишем. Ну, во-первых, мы уже видим, что начались очень плохие сигналы о том, что происходит в России. Там судебное преследование господина этого или не господина. Вот. Даже я слышал, что кто-то из его двойников ушёл, да, на днях. Где-то такая информация проскочила. Дальше. Вы все помните, вчера у нас или когда это произошло, рубануло там по этой крыше Кремля. В общем, потихоньку вообще мы видим, что война уходит на Россию или вы Россию. Учитывая, что мы это предсказывали, то есть, ну, это не удивление для нас, но мы это можем констатировать. Что ожидаем? В ближайшее время колоссальный провал на фронте. В ближайшее время мы уже прогнозировали, но должны повторить, падение финансовой системы май-июнь. Летом, в связи с этим, большой поток негатива, недовольства, конфликт на уровне элит. Время, появляются заявки на отделение, потому что никто не хочет, на самом деле, можно говорить всё, что угодно, но никто не хочет из территорий России, никто не хочет оставаться с Россией, потому что она несёт колоссальный негатив вместо позитива. Дальше, если говорить о том, что изменится ли что-то в сознании россиян, думаю, что изменится к августу, и вот август-сентябрь, уже вот вторая половина года, это начнётся жесть, потому что это будет уже проявление не просто на словах недовольства, а какие-то акции неповиновения в России. И всё это на фоне того, что Россия проигрывает войну, на фоне того, что вынуждена договариваться с Украиной и о контрибуциях, и о передаче земель, которые начнутся у нас зимой, того, что сейчас Украина не вернёт, она вернёт зимой. И я думаю, что согласно договоров, скорее всего. Вот примерно так. Скажите, а какой-то переворот в сознании произойдёт в сознании россиян? Я же об этом как раз и сказал, что про сознание россиян, если говорить, он произойдёт, догонит их немножко где-то к августу. И вот с августа, с сентября, вот туда, к концу года, на фоне вот этого негатива, который произойдёт в России, начнётся это глухое недовольство. помните, как говорят, бунт бессмысленный и беспощадный. Если ещё полгода назад, я всё думал, интересно, каким путём пойдёт Россия? 17-й год или 91-й год? Мы делали прогноз по Москве год назад, и было видно, что в Москве ожидаются очень такие потрясения, и они должны быть похожи на 17-й или 91-й. Но всё складывается так, что пойдёт как в 17-м. Так что, дорогие россияне, пристёгивайте ремни, будет весело. Благодарим, благодарим. Интересно. Интересно. У нас есть последний вопрос тоже такой, больше о мировоззрении и о немножечко, наверное, не прогностике, а больше как футурологии. Что будет, если? Вот вы сказали уже о том, что нет ярких лидеров, что нет тех людей, которые хотят брать ответственность. А у нас же время сейчас именно волю взращивать свою. Я прекрасно понимаю, о чём вы говорите. Но что будет, если украинцы не разглядят этот новый путь развития? Что будет? Тогда война затянется, тогда это может перейти на какие-то ещё другие страны. Что будет, если всё-таки победит та часть населения, которая не умеет мыслить глобально, не видит этой целостной картины, разделяет всё же в дуальности и просто видит всё тёмное и не хочет брать на себя ответственность. Что будет тогда? Чудесный вопрос. Вариант сценария есть же два, я правильно понимаю? Абсолютно точно. Давайте представим себе последние восемь лет, нет, предпоследствия, не считая последний год, жизнь на Донбассе. На Донбассе у меня родственники жили, не тужили до 2014 года, а потом началось. То есть это не то, что там какой-то чужой регион, мы не знаем что, как и где, мы все знаем, мы все связаны. Так вот, последние восемь лет, не считая военного, как жил Донбасс, вот так будет жить Украина, если она не проснется. То есть будет застой, будет застой, будет все на нижних засцах. Это деградация, это деградация. То, что происходит, то, что происходит последние восемь лет в Донбассе, странно, что я вам об этом говорю. Вы же должны это знать совершенно прекрасно, какой это ужас, когда людей отстреливают за высказывание, или как там называется, на подвал. Понимаете, я все-таки надеюсь, что Украина проявится, именно Украина даст сейчас ярких таких политиков, ярких философов, которые создадут новую философию, которые поставят себе целью счастья людей. Понимаете, в мире очень много конституций, очень много философий, но нужен вектор, понимаете, вектор. Поставьте себе цель, счастье. Тогда у вас будет вопрос, благодаря чему и как достичь. Веда тоже отвечает, следуй своей природе, реализуй предназначение. А как это сделать? Через полноту мировоззрения. Тогда тебя никто не обманет, никто не разведёт. А как это получить? Через развитие сознания, через развитие концентрации, осознание себя. А что это означает? А ты осознай себя как человек в семье, как человек в государстве, как самостоятельный человек. А это значит, ты поймёшь значение слов «долг» и значение слов «любви». Вот если вся конституция будет этому подчинена, будет Украине счастье. А если говорить о таких технических вопросах, то просто мало выбирать законодательную исполнительную власть, вам нужно научиться выбирать ещё мировоззренческую, идеологическую и информационную и судебную власть. Вот тогда, если общество будет контролировать эти виды ветки власти, будет результат. Но мне так почему-то кажется, что большинство людей даже не слышали, что бывают такие виды власти. Вы знаете, тут речь идёт о многих моментах, моментах. И Украина сейчас наострее внимания всего мира. У меня ещё, вот пока вы отвечали, сформировался дополнительный маленький вопрос. Как вы считаете, как человек, который разбирается, понятно, есть духовное видение, есть более приземлённое видение, как мужчина, как астролог, как человек, который изучает там геополитику и так далее. Вопрос украинцев раскидало сейчас по всему миру. Ведь это неспроста. Украина наставник, да, мы сказали, предназначение Украины быть наставником для всего мира и предложить новую идею. Как вы думаете, может ли вот то, что сейчас ученик украинцев раскидало по всему миру, особенно в Европе, в Европе очень много спящих людей, может ли это ещё тоже быть как частью дхармы, чтобы пробудить вот этих людей на тех территориях, где проживают украинцы. И какие-то духовные лидеры, возможно, из Украины будут уже в мире, в мир нести идеи, не только на территории Украины. Вы знаете, это чудесный вопрос, очень замечательный. Понимите, наставниками не становится случайно или по рождению. Наставником нужно стать через трудности, через какой-то поток негатива. Нужно преодолеть и оставить в себе свет. Не захлебнуться в этом нехорошем, то есть остаться светлыми людьми, без гнева, с любовью. Вот это происходит, и я думаю, что вы правы абсолютно. Сейчас разнесло украинцев по всему миру, для того, чтобы они там прошли определённые уроки, испытания. А центральная Украина должна сейчас сделать чудо. Вот прямо сейчас нужно сделать чудо. Нужно поменять экономическую политику, чтобы Украина стала экономически привлекательной уже сейчас, чтобы люди потянулись обратно. Понимаете? То есть мало того, что вы просто победите, просто выгнать врага мало, нужно измениться ментально. А сейчас как раз на переломе это самый лучший момент. Потом у вас же скоро выборы будут. Запомните, пожалуйста, в парламент нельзя выбирать торговцев. Ну нельзя этого делать. Никогда, ни при каких условиях, ни одного. Потому что один туда проникает, всех покупает и всё валится. Философы, наставники, у вас же чудесные есть философы. Я попадаю, иногда схожу по интернету, попадаю на прекрасных людей, я фамилии, к сожалению, не запоминаю, но прям явные, и политические, и такие знающие историю, и военную историю. Ну просто класс. Ну вот они должны быть в парламенте, понимаете, они должны давать и учить людей. Ну и, конечно, с судами нужно решать вопрос. Прямо сейчас нельзя откладывать это. Украина должна научиться выбирать, как вам сказать, ещё какой-то орган совести, государственной совести, который будет решать все вопросы судьями. Попался раз, где-то подозрение на тебя упало в свободе. Ну не должно быть такого, как у вас сейчас происходит, когда с миллиардами люди уезжают спокойно и всё в порядке. Ну как так? Дело не в том, что плохо, хорошо. Дело в том, что в военное время это вообще недопустимо. Ну я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, да, максимально хотел бы подытожить, что счастье это как концепция новой Украины, утопия, которая может стать бытовой реальностью. Это не утопия, господа, это не утопия, это реальность, потому что беда говорит сад читананда, окончательная цель каждого счастья, так нужно внести это в конституцию, в понимание и показывает же путь, найди своё предназначение, его реализуй и ты уже будешь счастлив, понимаете, это же на самом деле просто. Почему нельзя это зафиксировать и толкать всем народом идти в этом направлении? Это же просто. Вы хотите быть счастливым? Можно я вас спрошу, вы хотите счастья? Нона, скажите, пожалуйста, вы хотите счастья? Вы знаете, я себя считаю счастливой, чтобы нет. Так. Безусловно. Круто. Да. Я хочу быть счастлив, но не только хочу, чтобы я был счастлив, но я хочу, чтобы были вокруг тоже такие же счастливые люди. И верю, что это утопия, которая может стать реальностью в нашей стране, как раз вот в этот вот очень такой... не утопия это, это реальность. У нас сейчас сотни студентов учатся, они вот, они все обретают счастье прямо здесь, прямо сейчас. Прямо под бомбёжками, в этих тяжелейших обстоятельствах они уже находят в себе силы быть счастливыми, не обманывая себя, а действительно обретая счастье. Просто захотев выполнить свою дхарму, выполнить своё предназначение, осознав, как это сделать, на месте, не выходя из комнаты, они уже там, комнаты, квартиры, подвала под бомбами, они уже могут быть счастливыми. Вот что здорово, понимаете? Вообще нужно понимать простую истину. Мы здесь для того, чтобы развиваться. Всё, что мешает развитию, долой. Это зло, это деградация. Всё, что уничтожает свободу, долой. Почему? Потому что вы не можете развиваться, если вы не свободны. Правда, нужно понимать, что такое свобода. свобода, прежде всего, это свобода от своих привязанностей. Если вы простите алкоголь или курите, это привязанность и свобода, это отказаться от этого. Вот это свобода. Но всё, что мешает свободе, долой, потому что это ужасно. Тогда вы начинаете развиваться. А вот познать свободу можно через знания. Мы когда-то и создавали для этого Академию Шри Наджи, что знания для взрослых — это счастье, это преодоление знаете чего? Вот этого ватного состояния, бессмысленности. Боже! Но сейчас в Украине этого нет, потому что все выживают. То есть есть смысл жизни и выживания. Но если вы попадёте куда-то, в страны третьи, посмотрите людям в глаза, там бессмысленность жизни. Бессмысленность, знаете, серость. То есть почему? Потому что нет знания, нет понимания, нет смысла. А когда ещё и дети получают это знание, это вообще здорово, потому что детки сразу «Ага, вижу счастье, не вижу преград». Понимаете, если ребёнок уловил счастье, он как полетел, его уже не остановишь, родители уже даже не смогут ему помешать. Это вообще чудеса, понимаете, это чудеса, потому что таких уже, вот этих детей, которые сейчас получают знания, которые растут уже с крыльями, простите, их уже никто не купит, потому что они чувствуют Бога, они видят своё предназначение, им уже как-то неинтересно миллион или два на счету ради того, чтобы предать Родину. Это уже не работает, понимаете. Я прошу прощения за маленькую рекламу, потому что у нас просто скоро стартуют курсы, у нас получается стартует сейчас первый курс ещё раз для взрослых, а в июне стартует для деток, для деток и подростков, поэтому добро пожаловать. Вот, а если не можете учиться и интересуетесь, что такое Дхарма, тоже добро пожаловать, можно построить натальную карту, вы будете знать, кто вы, зачем вы здесь. Это, я вам скажу, дорогого стоит. Понимать, зачем ты здесь, это как новая жизнь начинается, понимаете. Вот, а ещё вы можете помогать, кстати говоря, у нас есть фонд помощи деткам, которые не могут платить. Сейчас много людей, я благодарю вас, друзья, что находятся люди, которые помогают деткам, которые поддерживают наш фонд поддержки образования, это здорово, сейчас многие нуждаются и вы даёте эту возможность. Вот, простите за отвлечённую тему. Всё, всё прекрасно. Алак, спасибо большое, больше слова на «у» я произносить не буду, только счастье, только любовь, только терпение. Правда, то, о чём вы говорите, оно очень заряжает, оно очень вдохновляет, хочется, чтобы огромное количество людей, которые нас сейчас смотрят, всё это впитывали и дальше, дальше сеяли между своих друзей, между своих семей знания о любви, терпении и счастье. Мы уверены, что Украина достойна именно этого в самой высшей квинтэссенции. Спасибо вам большое, что нашли время для нас и спасибо большое за большое количество ценной информации. Дорогие зрители, с нами был Джойтиш Астролог, основатель Ведической Академии Шринаджи Алак Нираджан. Вы сможете найти всю контактную информацию, информацию о курсе, о которой говорил Алак под этим видео. Это очень просто сделать, найдите. Если у вас во время нашей беседы образовались вопросы, оставляйте их в комментариях, тоже будет очень интересно почитать, послушать. Почитайте, возможно, даже самим ответить на эти вопросы. Спасибо вам, что с каналом People Live, спасибо вам, Алак, спасибо Нонна. Оставайтесь. Я хочу вас немножко попросить. Послушайте, принюхайтесь. Принюхайтесь. Слышите, это победа уже скоро. Да, точно. Боль, смерть, страх, но победа, вот за этим всем победа. А еще слышите грохот? Грохот? Нет? А я уже слышу. Это там вот, за поребриком. А-а-а! Будьте счастливы. Будьте счастливы. И вы, спасибо вам, что к нам, к нам пожаловали в таком формате. Спасибо большое. До встречи обязательно в следующий раз. Пока. Пока.